Вакцинация началась. Сегодня первые латвийцы получили прививку от ковид-19. Все они медики латвийских больниц, которые пошли на этот шаг добровольно. За первым уколом еще последует второй. Чтобы вакцина заработала препарат, нужно вводить дважды. За первую прививку от ковид-19 в Рижской восточной больнице наблюдала Анастасия Дьякна. Доктор Монта Маделлана первая, кто сегодня садится в кресло в кабинете вакцинации. Но ей придется подождать. Для начала медсестра проводит ряд манипуляций. Мы выбираем вакцину и держим ее при комнатной температуре. Потом ее надо смешать, перевернув флакон, 10 раз. Потом мы смешиваем ее с раствором хлорида натрия. И тогда снова надо перемешать. Впрочем, еще до первого укола медики прошли специальную подготовку. Была такая кратковременная, можно сказать, подготовка, но очень интенсивная. Мы работали все практически праздники. Мы обучались. Компания все очень четко разложила. Это, естественно, виртуальные, так скажем, отдаленные занятия были. Все прослушали, все было понятно. Поскольку в медике мы такие активные очень люди. И уже много читали до этого, интересовались и слышали. Флакончики с вакциной стоят тут же, в небольшом холодильнике. Так, при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия их можно хранить вплоть до 5 дней. До этого температура должна быть заметно ниже. Как минимум, минус 75 градусов Цельсия. Холодильные установки с такими условиями находятся в государственном центре доноров крови. Именно туда рано утром в субботу прибыла первая партия вакцины. Высота флакона 4 сантиметра и в одном флаконе 5 доз. У нас есть договоренность о доставке вакцины медицинским учреждениям. Каждую пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний будет присылать нам список, сколько флаконов и каким учреждениям надо отправить. Именно медики первыми получат вакцину от COVID-19. В крупнейшей латвийской восточной больнице в очередь на прививку уже встали около тысячи медработников. В пятом кабинете поликлиники Гайлизерса сейчас проходит вакцинация работников Рижской восточной больницы. Вот он, тот самый кабинет и даже небольшая очередь. Заходишь внутрь, ну а дальше как в детском стишке. Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. И пока доктор Маделана, которая первой в восточной больнице получит дозу вакцины, ждет укола, ее коллеги шутят. Ручку подержать? Когда мы все будем привиты, все работники моего отделения, тогда мы сможем чувствовать себя заметно безопаснее. Как работая с пациентами, так и дома со своими близкими. Конечно, и коллеги ждут моей реакции. Интересно. Медики в большинстве своем не боятся и готовы прививаться, чтобы оставаться в строю и чувствовать себя в безопасности. И хотя сразу после прививки медики рвутся на рабочее место, их просят немного подождать и понаблюдать за состоянием. До введения препарата каждый также заполнил анкету о состоянии здоровья и аллергиях. А после получил удостоверение о введенной вакцине с напоминанием, когда состоится вторая прививка. Через три недели, 18 января. Следующая поставка вакцины Pfizer и BioNTech в Латвию ожидается уже через неделю, 4 или 5 января. Сейчас производитель заявляет, что следующая поставка может быть даже больше по объему, чем первая поставка. Ненамного. И в январе мы надеемся получить все заказанное количество вакцин от Pfizer. Это около 90 тысяч. Напомню, вакцинация от COVID-19 в Латвии сегодня проходила параллельно во многих медицинских учреждениях страны. Но не везде медики спешат привиться. Так, в Даугутлско-региональной больнице лишь каждый десятый медработник согласился вакцинироваться.